Что собой представляет кондитерский мак? Как применяют кондитерский мак? Какими полезными свойствами он обладает? Есть ли противопоказания к его употреблению? Как правильно приготовить булочки с добавлением кондитерского мака? На эти и другие вопросы мы постараемся вам подробно ответить в нашем видеоролике. А пока мы бы хотели поприветствовать вас на канале и поблагодарить за подписку. Но если вы еще не подписались, обязательно сделайте это прямо сейчас. И не забудьте поставить колокольчик, так вы точно не пропустите выход новых полезных роликов на нашем канале. Мак – это не просто невероятно красивый цветок. Он также широко применяется в кулинарии и в медицинской сфере. Еще с древних времен его любили и почитали за способность успокаивать разум и лечить самые разнообразные заболевания. Польза и вред этого растения исследовались на протяжении многих лет. К сожалению, в наше время не все знают о чудодейственных способностях мака и о том, как он может воздействовать на человеческий организм. Родиной этого растения считаются страны Средиземноморья, а его первые посевы появились еще задолго на нашей эре. Постепенно маковая культура перешла на страны Малой Азии, а в старинных медицинских рукописях были обнаружены рецепты с применением мака, которые использовались для лечения разнообразных болезней, в том числе их применяли и для хирургических операций. Уже в 11 веке мак появился и в Древней Руси. Он быстро завоевал внимание хозяек, которые стали использовать его для приготовления выпечки и разнообразных блюд. В наше время мак растет на всей территории стран СНГ. Более того, существует около 70 видов этого растения. Если говорить о мировых масштабах, то насчитывают более 100 видов мака в мире. Все они оснащены прямыми стеблями, а вот лепестки могут быть самыми разными. Кроме того, в природе встречается не только привычный для нас красный мак. Этот цветок может быть представлен и в других оттенках, например, в белых, фиолетовых, розовых или желтых. Когда мак перестает свисти, появляется большое количество семян, обладающих полезными свойствами. Полезные свойства мака. Ни для кого не секрет, что мак обладает большим количеством полезных свойств. Его применяли еще в древние времена для лечения различных заболеваний. Он использовался для обезболивания, для выведения мокроты, для лечения проблем со сном и т.д. Предлагаем вам прямо сейчас более детально ознакомиться с полезными свойствами мака. Восстановление организма. Благодаря наличию маки морфина, с его помощью можно быстро восстановить организм после длительного заболевания, избавиться от головной боли, ускорить заживление ран на теле. Сохраняет хорошее зрение. С возрастом у большинства людей зрение начинает постепенно портиться. Это происходит из-за того, что сетчатка глаза утрачивает свои свойства. А в маке содержатся антиоксиданты, которые помогают сохранять хорошее зрение до глубокой старости. Повышает иммунитет. Продукты, в составе которых содержатся маковые семена, булочки с маком, бублики и даже пирожные, обеспечивают организм большим количеством цинка, который воспроизводит белые клетки крови. Это помогает бороться с микробами и бактериями, которые проникают в организм. Увеличивает уровень гемоглобина и количество эритроцитов. В маковых семенах содержится железо, за счет которого и происходит увеличение уровня гемоглобина, давая человеку дополнительный приток энергии. Помогает бороться с заболеваниями суставов, лихорадкой, очищает кожу от бородавок. Еще с древних времен для лечения различных заболеваний использовались отвары из семян мака. Профилактика сахарного диабета второго типа Употребление мака действительно помогает предотвратить возникновение диабета второго типа. Это связано с нехваткой цинка в организме, которого очень много в зрелых семенах мака. Снижает артериальное давление и предотвращает появление тромбов в сосудах. Это происходит за счет содержащегося в маке калия, который помогает расслабить стенки сосудов. Также он помогает предотвратить возникновение атеросклероза. Снижает риск развития остеопороза и восстанавливает дефицит кальция в костях. Большое количество семян сразу съесть практически невозможно, но даже то малое количество, которое поступает в наш организм вместе с булочками или другой сдобой, оказывает положительное воздействие на организм человека. Помогает при диарее. В семенах мака содержатся растительные волокна, которые помогают бороться с запорами и налаживают работу желудочно-кишечного тракта в целом. Оказывает заживляющий эффект. Благодаря своему составу мак действительно способен благоприятно воздействовать на организм. Употребление этих семян в чистом виде или в составе отваров способствует быстрому заживлению ран. Действует как успокаивающее средство. Мак помогает бороться с бессонницей и воздействует на организм как успокоительное. Он стабилизирует нервные процессы и улучшает настроение. Несмотря на то, что мак обладает большим количеством полезных свойств, это вовсе не значит, что его можно употреблять бесконтрольно. Старайтесь съедать не более 100 граммов маковых семян в день. В противном случае его употребление не только не принесет пользу, но даже может навредить. Как применяют мак? На сегодняшний день мак нашел достаточно широкое применение в кулинарии. Чаще всего его используют для приготовления начинки для булочек, а также для посыпки-выпечки. Иногда его перемешивают с сахаром и медом для получения более насыщенного вкуса. Также его используют для приготовления макового рулета. Но есть и другие способы применения маковых семян в кулинарии. Например, в молотом виде мак добавляют в состав разнообразных пряностей и приправ. Благодаря этим семенам специи имеют более насыщенный и необычный вкус. Это отличный вариант для приготовления как мясных, так и рыбных блюд. Также такие специи добавляют к салатам и супам. Маковые семена неоднократно применяли для создания халвы. Их добавляют в йогурт. Также большой популярностью пользуется маковое масло. И не зря, ведь оно считается одним из самых вкусных, ароматных, а главное полезных растительных масел. Семена мака используют не только в кулинарии, они служат в качестве ингредиентов для создания разнообразных косметических средств. Этот компонент помогает бороться с морщинами, высыпаниями на лице, тусклостью кожи и с большим количеством других проблем подобного плана. Конечно, не стоит забывать и о том, что мак является отличным лекарственным средством. Ведь именно с его помощью готовят разнообразные отвары, которые успокаивают нервную систему, благоприятно воздействуют на человеческий организм, помогают бороться с головной болью, кашлем, бессонницей, налаживают работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Также средства, в состав которых входит мак, являются отличными обезболивающими. Противопоказания к употреблению мака. Невзирая на большое количество положительных моментов и полезных свойств мака, он имеет несколько противопоказаний. Прежде всего стоит отметить, что черные семена нельзя употреблять в большом количестве, поскольку они очень калорийны. Так, на 100 граммов продукта приходится 505 килокалорий. Следовательно, злоупотребление маком может привести к ожирению. Мак противопоказан при астме, при сердечной недостаточности, хронических запорах, желчекаменной болезни, заболеваниях печени, эмфиземе легких. Если у вас имеется хотя бы одно из вышеперечисленных противопоказаний, маковые семена нельзя употреблять ни в коем случае. Мак противопоказан детям до двух лет и пожилым людям. Если у вас нет противопоказаний, употребляйте мак в составе булочек, бубликов, пирожных или других блюд. Такие лакомства являются не просто вкусными, но и полезными. Следует отметить, что мак несет не только пользу. Некоторые виды этого растения запрещены для культивации, поскольку красивые цветы могут служить основой для приготовления весьма опасных опиатов. И если вы уже попали в зависимость от мака, избавиться от нее будет достаточно сложно. В таком случае при отсутствии наркотика у человека появляются симптомы, похожие на грипп. Он испытывает слабость, озноб, у него начинает болеть все тело. Очень важно не путать опасное вещество с обычным кондитерским маком, поскольку именно последний приносит большое количество пользы человеческому организму. А вот первый, напротив, способен серьезно навредить. Рецепт приготовления булочек с маком. Булочки с маком – это идеальная терапия, которая подарит вам массу положительных эмоций. Это вкус детства, который невозможно забыть. Именно поэтому мы бы хотели поделиться с вами полезным и очень простым рецептом. Он рассчитан на 8 порций, приготовление блюда займет у вас не более чем полтора часа. Для начала подготовьте необходимые ингредиенты для теста. Сливочное масло 100 граммов, сахар 3 столовые ложки, пол килограмма муки, одно яйцо, один стакан молока, один пакетик сухих дрожжей, одну щепотку соли, 10 граммов ванильного сахара. Ингредиенты для начинки 100 граммов мака и сливочное масло 2 столовые ложки. Также заранее подготовьте одно яйцо для смазывания готовых булочек, чтобы получилась красивая румяная корочка. Сперва подготовьте опару. Для этого вам понадобится в глубокой емкости подогреть молоко, добавить столовую ложку сахара, 2 столовые ложки муки и пачку сухих дрожжей. Все это тщательно перемешать и оставить в темном месте на 20 минут. Далее следует растопить сливочное масло. После этого насыпьте муку в емкость и вбейте туда одно яйцо. В эту емкость добавьте растопленное масло, опару, ванильный сахар и соль. Начинайте замешивать тесто. Делайте все тщательно, если не хватает муки, добавьте немного. В тесто также можно положить изюм, но это по желанию. Накройте получившееся тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на час. Разогрейте духовку, затем разделите тесто на две части и раскатайте каждую из них в пласт толщиной в пол сантиметра. Выложите на этот пласт половину начинки тонким слоем, сверните в рулет и нарежьте на булочки. То же самое проделайте и со второй половиной теста. Противень смажьте маслом, выложите на него булочки. Отдельно взбейте яйцо и помажьте каждую булочку с помощью кондитерской лопатки. Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20 минут. Все, ваше блюдо готово! Вкусно и полезно! Благодарим вас за просмотр этого видео. Если вы еще не подписались, сделайте это прямо сейчас и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых информативных роликов.